Путешественник Роман Устинов Путешественник Роман Устинов Путешественник Роман Устинов Путешественник Роман Устинов Сидел с другими мигрантами, которые приезжают из Африки для того, чтобы переправиться с Кубы вплавь в Соединенные Штаты Америки. И мы там с ними очень весело в компании. Сначала я был опасный шпион, первый день сидел в одиночке, но потом мы сдружились. И, в общем-то, жаловаться на условия в депортационном лагере кубинском, наверное, мне не приходится, но, конечно, опыт интересный. Через три недели, через три дня я уже улетел в Штаты, и вот на следующие три года, уже два прошло, въезд на остров свободы мне, к сожалению, запрещен. Но есть еще 200 с лишним стран, и на Кубе свет клином не сошелся. Я думаю, да, еще раз вернусь когда-нибудь. Но я так понимаю, ты вообще не ищешь легких путей и всегда выбираешь самые опасные точки планеты для путешествий? Ну, не всегда, мне все точки планеты интересны. Вот я сюда, к вам, в Вольвосток прилетел из Кореи, там очень хорошо, безопасно. Там, наоборот, очень безопасно, да. В отличие от крупных городов Латинской Америки, люди не ходят с мобильниками, опасаясь, что их мобильник сейчас вырвут из рук. И, в принципе, мне нравится разнообразие мира и природы, и города, и в том числе, и в первую очередь, какие-то ситуации. Ну, а если приключения тебя не находят, то ты всегда ищешь их сам. Согласна. Все-таки, конечно, сегодня будем в основном разговаривать о таких, как вы говорили, ярких моментах, да, но все-таки о более опасных, наверное, ситуациях, с которыми пришлось столкнуться. И, конечно, особенно в свете последних событий очень интересно поговорить о Венесуэле. Ты был там полтора года назад, насколько я знаю. Полтора года назад я приехал. Это сложно назвать революцией, но какие-то изменения, перевороты сейчас там происходят. Тогда они назревали. Конечно же, назвать ситуацию в Венесуэле нельзя спокойной было и до того, как у них начала национальная валюта обваливаться со скоростью катастрофической. И Венесуэл всегда была такой бандитской страной. Ну, а вот за последние два года Каракас стал столицей Венесуэлы, стал самым опасным городом мира. Я там прожил недельку в трущобах, недельку в элитном районе. И в целом могу сказать, что да, там небезопасно, особенно если ехать туда с кучей денег и с европейским лицом. Но со мной в Венесуэле ничего не произошло. Единственное, телефон украли в первые 40 секунд, как я спустился в метро. А так с ножом, с пистолетом никто не грабил. Но в Венесуэле проблема в том, что тебя ограбить могут не только простые жители, но еще и полицейские или военные. И учитывая то, что в стране тотальный дефицит, что в стране нет продуктов, что в стране ты не знаешь, сколько завтра будет стоить хлеб, люди пытаются выживать натуральным обменом, либо какими-то махинациями. Но для меня была самая большая в этом плане проблема в том, что я купил мотоцикл, очень раздолбанный, и потом на этом мотоцикле ехал дальше по южноамериканским странам. Мне пришлось этот мотоцикл чинить в куче венесуэльских деревень, мест, сваривать, распиливать и прочими вещами заниматься. И поэтому, чтобы починить багажник, это полдня сварить его, потому что нет сварочного аппарата, ты едешь за ним в какой-то другой город, чтобы купить покрышку, это ты ездишь с 50-10 долларами в кармане, взираясь там и кому-нибудь названивая или отправляя сообщения в WhatsApp, и ты приезжаешь на другой город, тебе говорят, нет покрышки, или она не такая. И вот это были трудности. К слову о валюте, да, ты немножечко рассказал о том, что ситуация постоянно меняется, и вот у тебя есть с собой как раз... Да, у меня много денег из разных стран, но вот венесуэльские деньги, они сейчас уже не ходят. Я там был полтора года назад, сейчас уже там провели динаминацию, там постоянно динаминации проводятся. За последние несколько лет отрезали уже 8 нулей, кажется, от местной валюты. И когда был я там полтора года назад, за 10-долларовую бумажку давали примерно такой пакет денег, а за 50-долларовую бумажку уже рюкзак. Но 50-долларовую бумажку ты никому не можешь наменять, потому что ни у кого нет столько налички на руках. А международные банковские карты в стране не работают, поэтому тебе нужно искать какие-то методы. В основном это обмен денег венесуэльцам, которые из страны убегают. Ты им наменял, и более того, тебе нужен какой-то человек, которому ты доверяешь, у кого есть национальная карточка, чтобы тебе перевели виртуальные деньги взамен твоих наличных долларов. И потом этой карточкой везде расплачиваются. Но зато если ты добыл денег, у тебя все пути открыты. Ты ходишь по ресторанам, ты живешь в гостиницах, и все это тогда, полтора года назад, было очень дешево. Сейчас, говорят, уже в конвертируемой валюте все подорожало, но по-прежнему у Венесуэла остается одной из самых дешевых стран, но не самой безопасной, а может быть и самой опасной в мире. А ты там жил в номере с личной охраной? В номере с личной охраной я не жил в Венесуэле. Или ты говорил, что можно, мы просто за кадром с тобой разговаривали. Да, там можно снять апартаменты. Снять апартаменты, да, у тебя будет охрана, у тебя будет хороший высокоскоростной интернет, и будет это стоить 10 долларов. Но я жил до этого в Каракасе, в трущобах, и товарищ, у которого я обитал, он платил в месяц меньше доллара за свою комнату, не знаю. Фантастика какая-то. Да, ну... Зато бензин там стоит очень дешево. Я заливал полный бак мотоцикла за 7 российских копеек. Приблизительно такой уровень цен. Странная очень история, да, конечно, с одной стороны, казалось бы, взял немного денег, и поезжай в страну и почувствуй себя королем. Лучше эти деньги сприва зашить под кожу, чтобы... Да, лучше, да, но лучше их как-то вот настолько убрать подальше, чтобы никто до них не добрался, и более того, очень сложно эти деньги поменять, насколько я поняла. Давай немножечко отвлечемся от путешествия, потом обязательно к нему вернемся. Я думаю, что очень многих телезрителей, как и меня, интересует вопрос, как давно ты увлекся путешествиями, как это получилось, собственно, и почему. Ну, первые поездки я, как и все такие начинающие путешественники, предпринимал недалеко от дома. Я живу в Москве, на электричке до Рязани или до Тулы доехал. Ну, первые экспедиции, наверное, археологические в моей жизни начались... Мне было лет 17, первый курс института я закончил, я поехал копать землю волонтером. До сих пор копаю. Всегда, когда нахожусь в Москве летом, еду обязательно в Старую Рязань, и мы там ищем находки. И потом постепенно-постепенно вот эта амплитуда, дальность путешествий, она увеличивалась. Я добрался в 2009 году автостопом из Москвы до вашего замечательного города. Я был в Увел Соке 10 лет назад, и сейчас он поменялся. И потом, я уже меньше, наверное, езжу и автостопом, мне просто нравится разнообразие. Поэтому я ездил и кораблями, и мотоциклами. Мотоцикл был свой, корабль, к сожалению, пока не свой. Но это пока. Вертолетами, да. Бывало и такое? Раз уж ты заговорил о Владивостоке, как раз вот, мне кажется, за эти 10 лет город действительно очень сильно изменился. Интересен твой свежий взгляд, насколько? Интересный вопрос. Да, построили мост, я его раньше не видел. Два. Даже два. Отлично. Но по мосту запрещают ходить пешеходом. Я сегодня с утра, мне пришлось приехать к вам автостопом, потому что я ехал через мост, но, к счастью, жители у вас хорошие, добрые. Первая машина остановилась, говорят, на ту сторону. Я говорю, да, ну давай садись. И меня перебросили на другую сторону моста. Потом что еще? Меня очень удивило огромное количество алкомаркетов. В каждом втором доме на первом этаже находится алкомаркет. Ну а так, люди как были, добрые, приветливые, повеселее, чем в Москве, так и остались. Интересное твое впечатление. А вот ты заметил, что больше стало иностранцев из Азии, например. Да, я сегодня вот буквально встретил группу корейских туристов возле какой-то русской православной церкви, трудно назвать ее название. И китайские надписи, корейские надписи, ну и, конечно же, наши братья из Средней Азии. Узбеки, таджики, я немножко отличаю языки, слышу, что количество иностранной речи на улицах прибавилось. Надеюсь, что это идет городу во благо. И мы тоже будем на это надеяться. На самом деле то, что у нас стало больше туристов из Азии, это, конечно, объяснимо. Я думаю, не стоит телезрителям даже об этом рассказывать, это все понятно. Но я с тобой соглашусь, сейчас город изменился, и когда ты, например, в час пик выходишь в центр, очень много граждан Китая, Кореи, это интересно. Ну так вот, о другом поговорим. Вернемся все-таки к путешествию. Кругосветное путешествие для меня в два года, это, конечно, достаточно серьезная штука-то на самом деле. Так вот, как ты готовился и готовился ли к этому? Или ты проснулся и решил ринуться? Ну, я не готовился, у меня вообще это путешествие изначально не планировалось как кругосветное. Почему ты так думала? Я хотел исследовать гораздо больше в наше время начинающих кругосветку и не заканчивают. Доезжают до Таиланда, и там где-нибудь под пальмой падают, и все, кругосветка закончилась. А я хотел исследовать Латинскую Америку, меня всегда тянул в этот регион. Я до этого был там дважды в Мексике и на Кубе. Мой испанский был на очень таком зачаточном уровне. И потом я все-таки решил, что пару лет жизни можно вот этому замечательному региону посвятить. Когда мои друзья из Штатов узнали, это в основном русские иммигранты или просто американцы, которые меня когда-то гостили, когда я жил в Москве, в Сочи. И они меня тоже пригласили, говорят, ну что, едешь в Мексику, давай в Америку съездить. Это тоже Латинская Америка, там каждый второй латинос. И я сделал американскую визу и поехал сначала в юг, в восточное побережье, на Кубу. Потом историю возвращения с Кубы мы уже обсудили. И потом через Штаты, по земле. Я старался все по земле проехать. Единственное, вот этот кусок между Южной и Северной Америкой, Дарьянский пробел, между Панамой и Колумбией, мне пришлось перейти на самолете, потому что там нет дорог, Панамериканское шоссе заканчивается. Некоторые люди ходят пешком, но у меня не было такой цели. Я по джумлям, конечно, походил, я там потонул в болотах, меня покусали комары. Но был дождливый сезон, плюс еще был ураган Катрина, не ходили практически корабли. Я ничего не нашел, ну и просто купил билет на самолет. Все остальное, всю Южную Америку, вот 18 месяцев я в Южной Америке провел. Я ее проехал, проплыл, мотоциклы, корабли и наземный транспорт. А что за история с Мачу-Пикчу, когда ты по шпалам пробирался? Да, это тоже интересная история. Мачу-Пикчу, как мы знаем, это самая такая визитная карточка туристической Южной Америки. Это те самые руины, которые оставили инки, их нашли только в начале 20 века, они так давно очень хорошо спрятали. Сейчас это полностью туристический бизнес. Тут не ходить, только с гидом, здесь за вход, с иностранцами держат кучу денег. Ну и мне всегда вот такие места не привлекали. Я думаю, пойду я сам взял, ну по карте посмотрел, друзья говорят, пройдешь по рельсам. Ну и пошел по рельсам, поезда ходят, там каждое место стоит что-то 200 долларов или 300 долларов. Я решил в доллары ложиться и пошел по рельсам, дошел до Мачу-Пикчу, ночью перешел реку-брод, забрался туда на руины, где-то спрятался, заночевал с утра, в 6 утра уже просто толпы туристов сюда валят. Я с ними смешался, осмотрел Мачу-Пикчу. Там еще внутри натыканы охранники, которые иногда проверяют билеты. То есть прям такая охраняемая база, похлеще кубинской военной базы. Вот, ну, посмотрел Мачу-Пикчу, вернулся, вот и вся история. На самом деле в Южной Америке есть гораздо более приятные места, и даже в том же Перу, где находится Мачу-Пикчу, ты уходишь вдаль от туристических троп, и там люди совершенно другие. Они тебя зовут в гости, они живут очень достаточно бедно, но они тебя зовут в гости, они тебя угощают. Я ночевал на четырех, на пяти тысячах метров у крестьян, мы там с ними сгоняли лам в стаи, ходили на лошадях через заснеженные перевалы, и там людям не очень интересны твои деньги. А вот ту программу, которую придумало государство с обелечиванием всех иностранцев, туристов, она работает, но не на благо населения. Перу достаточно раздолбанная такая страна, особенно города. Ну, природа там, конечно, восхитительная, как и во всей Южной Америке. Рома, придется ненадолго прервать наш интересный очень разговор, давай сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор с путешественником Романом Устиновым. Рома, ну не могу не спросить тебя, наверное, о самом опасном моменте за время твоей двухлетней кругосветки. Можешь о нем рассказать? Я бы все-таки сказал нашим слушателям, зрителям, что не нужно воспринимать Латинскую Америку как что-то нечто опасное. Опасность может тебя подстерегать на углу собственного дома. Но все-таки в крупных городах, вот в этих трущобах, фавелах, там шарахстан не стоит. И особенно если вы не похожи на латиноамериканца. Потому что я сам видел, как в Рио, буквально в нескольких метрах от моего дома, такси застрелил двух бандитов, которые хотели его ограбить с ножами, а у них просто был пистолет. Я гулял по фавелам, но без всего. Не нужно ничего с собой брать, можно ходить. И бывает, ты в какой-то не тот переулок сунулся, а там какие-то подростки с ружьями стоят, туда лучше не идти. Но самое интересное, что я, готовясь к ограблению какому-то вооруженному на окраинах крупных городов, это считается самые опасные места, почему-то был ограблен в Колумбии в деревне посреди белого дня. То есть подъехали на мотоцикле два каких-то отморозка с ножами, они были сильнее. Был бы у меня пистолет, ну, наверное, бы я как-то по-другому среагировал. Ну, мне ничего не оставалось, как отдать им деньги и мобильный телефон. Но на самом деле опасностям и я сам себя подвергал иногда, идя неделю по болотам, весь искусственной комарами, и потеряв последний сандаль, и порвав палатку, и промокший под дождем. Но всегда ты выходишь из какой-то деревни, о, индейцы, и в индейских деревнях обязательно кто-нибудь по-испански говорит, ты с ними находишь общий язык, я не тебя останавливаю, ты в них останавливаешься, они тебя обогревают, кормят, и вроде уже жизнь не такой плохой окажется, как предыдущие несколько дней. То есть обычный народ, он всегда, в принципе, добродушно принимает, ну, как правило. Да, конечно, это везде, что в Сибири, на Дальнем Востоке, что в Азии, что в Южной Америке. И общий язык всегда находишь, даже если нет речи общей. Да, разумеется, в странах типа Бразилии, где говорят на португальском, не на испанском, а я португальский знаю гораздо хуже испанского, там были языковые барьеры, языковые проблемы, но с простым населением, с индейцами всегда находил общий язык. Ровно, вот у меня сейчас возник вопрос. Всякое бывает, действительно, всякие ситуации, вот ты говоришь, готовился к тому, что нападут в одном месте, а случилось всё совершенно в другом. Вот, мало ли, как вести себя в такой ситуации лучше всего? Всё отдать молча сразу, говорить, не говорить, вот как? Рекомендуют, есть разные стратегии поведения, рекомендуют отдать то, что они просят. Особенно, если у них есть огнестрельное оружие, и особенно, если у тебя куча барахла. Если быстро бегаешь, и у них там зубочистка в руках, то можно убежать, но если есть огнестрельное оружие, то лучше отдать. Можно как-то, если хорошие у тебя испанские, или там их язык знаешь, как-то загладить всё это, и сказать, ребят, не заберите паспорт, но волков боятся в лес не ходить, поэтому лучше не провоцировать. Вот все те рекомендации, которые в интернете пишут, не высовывайтесь в фавелы, не ходите по темноте и так далее. Я бывал их нарушал, но я там ходил пешком по темноте, но бывало от меня шарахались, потому что я похож на латинос, и иду один, быстрой походкой, и я вот видел там, люди хоп на другую сторону улицы переходят, потому что боялись. Там же боялись. Да, ну, всякое бывает. Да, то есть стоит быть осторожным в любом случае, будучи неподготовленным. Паранойить тоже не стоит. Паранойить не стоит, потому что иначе путешествие превратится в какое-то выживание. Вернёмся в Латинскую Америку. Ты путешествовал по латиноамериканской Сибири. Есть такое. В Патагонии. Это самый безопасный регион, туда очень едет много израилетян, европейцев, там отлично работает автостоп, первая машина, не задумываясь, подбирает тебя, потому что в той же Бразилии по дорогам тебя никто не подбирает автостопом, если ты едешь, потому что бразильцы настолько прозомбированы собственным телевидением, которое говорит, не подбирайте никого, вас ограбят, все автостопщики, бандиты, грабители. В Патагонии первая-вторая машина останавливается, и тебя куда-нибудь увозят. Это край такой хороший, приятный, единственное прохладно, конечно, там, единственное там бездорожье, но глаз радуется, глядя на все эти пейзажи, отдыхаешь от вот этой суеты латиноамериканских городов, и туда бы я советовал ехать для первого знакомства с Латинской Америкой. Но единственный перелет, конечно, на другую часть глобуса, он может выйти в копеечку, это там и дорого, это не Гондурас, где манго сами в рот падают, там, например, килограмм картошки стоит, наверное, больше 100 рублей, а зимой еще дороже. Но еще раз повторюсь, там очень и очень приятно. А, например, Огненная земля, где находится самый южный город мира, Ушуая, это вообще такая точка встречи всех путешественников, кругосветчиков. Он Владивосток напоминает. Владивосток это же тоже место, где либо кто-то стартует, либо кто-то заканчивает свое путешествие. Точно так же Ушуая. Там собираются мотоциклисты, велосипедисты, там собираются люди, которые едут с Ушая на Аляску, которые едут в кругосветное путешествие. Вот я там Новый год встречал, и мы там встретили какое-то дикое количество бэкпэкеров, путешественников, и просто людей, которые познают мир. У тебя очень интересные блоги. Ты очень подробно все описываешь, и я хочу сказать, чтобы не забыть, вдруг не дай бог, что можно почитать, зайти, подчеркнуть какую-то полезную информацию. Ты пишешь во Вконтакте, где еще можно почитать твои блоги. На Фейсбуке, на своем сайте. Вообще книжки пишу. У меня сейчас готовится к изданию четвертая книга. Она будет называться «Разноэтажная Америка». И уже где-то две-третьи книги готовы. Я надеюсь, к осени она поспеет. То есть все твои советы можно будет прочесть в книге? Ну, не только советы, а историю подробные твоих путешествий. Лучше не воспринимать моих книг как советы. Я не советую ходить в военные базы и шляться по фавелам Рио-де-Жанейро. Ну, я думаю, наверное, это даже, да, правильнее будет сказать предостережения некоторые. Как не стоит вести себя в путешествиях, да? А если вдруг попался, как выкручиваться? Как выкручиваться? Это самое главное. Главное — выкрутиться, уметь выкрутиться. Ну вот, к слову, про уметь выкрутиться. У тебя ведь в Колумбии тоже была история интересная. Ты пошел, если не ошибаюсь, искать затерянный город и потерялся сам. Да, был дело. Я тоже пошел по болотам, потому что там, ну, опять бизнес, все хотят с туристов, там, 300 баксов за тур. Ну, я пошел сам. И я встретил индейцев, которые жили немножко в стране от туристических маршрутов. И говорю, вот у меня на карте есть дорога, пройду. Конечно, пройдешь. Ну, индейцы такие лежат в гамаках, жуют коку. Ну, и я пришел в этот город. Меня потом поймали эти билетеры. Там тоже какие-то военные охраняли этот затерянный город. Это что-то типа колумбийского Мачу-Пикчу, не такая известная штука. И когда я уже обратно шел, я понял, просто я вот в такие джунгли встрял. У меня ни мачете нет. И еще река, которая я переходила с утра, она поднялась. И то есть я в такой ловушке оказался. А у меня, разумеется, ни еды нет, ничего. Палатка вся вымыкла, потому что сезон дождей. Страшно, что ли, это на самом деле? Ну, такая веселая. И потом я вернулся к индейцам, когда вода спала. Я говорю, какая дорога? Да нет никакой дороги. Ну, мы там ходили 8 лет назад, она там была. Я говорю, ну, понятно. 8 лет назад джунгли очень быстро взрастают. Если там не ходить, они непроходимы становятся. К сожалению, скоро пора заканчивать. У меня есть такой, мне кажется, немаловажный вопрос, который очень напрашивается. Вот в контексте отношения людей к тебе в разных уголках Земли, если подводить итоги, что бы ты сказал, какой бы ты вывод сделал? Ну, конечно, людей хороших, гостеприимных и добродушных в этом мире гораздо больше, чем плохих. И в Латинской Америке люди в целом очень веселые, общительные, улыбаются больше, чем мы. У них нет проблем с тем, чтобы тебя пригласить, накормить, и ты там все время делишься тем, что у тебя есть. Им очень интересна Россия. Первым вопросом у нас, у них, которые задавали мне, в России холодно? Холодно. Как дела у Путина? Я говорю, нормально. Их всех интересует Россия, особенно на фоне вот этого чемпионата мира по футболу, который прошел в прошлом году. Я его провел там в Боливии, в Перу, и они спрашивают, что ты здесь делаешь, тебе надо быть там, там футбол. Я говорю, ну мне футбол не так интересен, мне интересно вот с вами тут по горам походить, там лампа есть. Вот, и тогда они понимали меня. То есть с ними общий язык найти можно. Ну и это везде так. На самом деле люди далекие от туристических мест, люди далекие от всяких бизнесов, они хорошие. И бояться вот именно людей во время путешествий не стоит. Не нужно бояться, наверное, обращаться с помощью, правда? Конечно, особенно если ты говоришь на местном языке, если ты его на культуру не знаешь, то тебе всегда помогут. Даже если не знаешь. И ты помогал людям, я знаю. Да, я очень много волонтерил. Да, венесуэльцев там как Иисус там хлебами накормил всю вселенную. Вот так же я, у меня была 10-долларовая бумажка, я купил огромное количество пиццы, мы там всем дома эти пиццы ели. Ну и вообще я очень много волонтерил во время своих путешествий. Мы лечили не индейцев в Гватемале, в клинике у одной русской девушки. Затем я волонтерил в Гондурасе, в Бразилии, в Гаяне и даже на юношеских олимпийских играх в Буэнос-Аресе, которые прошли в прошлом, в этом, в прошлом, не помню, недавно совсем. И самое классное волонтерство, конечно, было в Гондурасе. Ты просто лежишь в гамаке, неделю раскачиваешься. И потом мне надоело такое волонтерство, я оттуда уехал. Такие тоже, мне кажется, очевидные вполне вопросы. Куда ты планируешь отправиться в следующий раз? Может быть, будет очередная кругосветка? И куда бы ты обязательно хотел вернуться? Нет, за количеством кругосветок я не гонюсь. Эта кругосветка, как я уже сказал, спонтанная. И кругосветка это скорее как, не знаю, не очень нужная в биографии путешественника галочка. Просто так получилось. Но в Латинскую Америку я бы еще вернулся, но не сейчас. Нужно какой-то... Выждать. Выждать, взять какую-то паузу. Конечно, есть еще неисследованные места, например, в Сельве, в Эквадорско-Перуанской. В Аргентину бы я вернулся, потому что там люди хорошие. Ну и в целом я там провел полгода суммарно в этой стране. А сейчас нужно другими делами заниматься, не только путешествовать. Потому что путешествие это лишь один из этапов в жизни человека, которые помогают тебе лучше узнать мир, помогают выучить языки, но все время вот так вот наворачивать вокруг планеты неправильная методика. Потому что все оставившие в этой жизни след люди, по крайней мере в последние столетия, они в основном созидали на месте. Эпоха Великих Географических Открытий у нас давно закончилась. Колумб и его последователи, они уже все открыли, все что можно. Поэтому конкретно сейчас я планирую сконцентрироваться на других задачах. Написать книгу, поучиться в любимом университете, поработать, конечно, потому что без денег тоже путешествовать не стоит. Но меня все-таки влекут такие экзотические страны. На Мадагаскар бы съездил, может быть, в Бутан какой-нибудь. В Монголию. Эти страны есть в планах, но сейчас они не в приоритете. Я думаю, что все еще впереди. Последний вопрос, точнее не вопрос, а, наверное, такое наставление. Начинающим путешественникам, да и вообще всем путешественникам, вот твой самый главный совет, который бы ты дал? Самый главный совет. Всегда нужно держать в уме, что когда ты отправляешься за пределы своего дома, за пределы своего города, за пределы своей страны, нужно думать, что ты в лицах, в глазах окружающих представляешь свою страну. И нужно в первую очередь вести себя адекватно. Да, может быть языковой барьер, да, может быть какое-то недопонимание, но не нужно там попрошенничать деньги, не нужно ругаться, не нужно заниматься сомнительными вещами. И нужно быть открытым миру, нужно научиться вести себя целесообразно в стране и ситуации, в которой ты находишься. И тогда проблем по большому счету быть не должно. Ну и, конечно, обращаться за советом ко всяким путеводителям, ну не те, которые в книжке печатаются, а к людям, которые недавно проехали и которые знают объяснять тебе, как страной пользоваться, как регионом пользоваться. То есть советы бывалых тоже изучать стоит. Но всегда нужно помнить, что ты сам в ответе за то, что вокруг тебя происходит, и ты сам должен выкручиться из всех ситуаций, в которые ты попадаешь. Мне кажется, это очень нужный совет, и я, к слову, впервые слышу его от путешественника. Спасибо тебе большое. Спасибо вам. И спасибо, что пришел к нам сегодня, спасибо за этот разговор. До встречи. До встречи. А я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом.